МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошо видеть, прекрасно выглядеть. Магазин оптика. Ваши решения. Газпром газораспределения напоминает. Перед каждым приготовлением пищи проверяйте тягу и открывайте форточку. Почувствовал запах газа? Выйди из помещения и звони 04 с мобильного 104. Самостоятельный ремонт и переустановка газовых приборов – причина чрезвычайных ситуаций. Компания «Профкомплект Центр» предлагает Сайдинг, металлосайдинг, виниловый сайдинг, поликарбонат, профнастил, металлочерепицу и андулин по лучшей цене. Евроштакетник для забора от производителя. Условия и стоимость доставки обговариваются индивидуально. Компания «Профкомплект Центр» Кунгур, улица Свободы, 147. Телефон 8 950 441 78 94. Школьные скидки чудесные в корпорации «Центр». В честь нового учебного года скидки на технику и бесплатная доставка. На смартфон Xiaomi Redmi 9 на 64 гига скинули 2 тысячи. На ноутбук Asus скинули 3 тысячи. Корпорация «Центр». Кировская меховая компания «Зимние месяцы» меняет старую шубу на новую с вашей доплатой. 26 августа. Пунгу. ТЦ «Центр». Большая школьная распродажа в магазине одежды и обуви «Мегапланета». Скидки на весь школьный товар 25%. Также для вас различные модели одежды и обуви для всей семьи. Разнообразный домашний текстиль, товары для дома, детские игрушки и многое другое. Магазин «Мегапланета». Город Кунгур, улица Просвещение, 1Б. Второй этаж, здание магазина «Светофор». Мы здоровья всем желаем, воду на дом доставляем. Только с чистой водой будешь долго молодой. Срочно нужна живая вода? Звони 412 82. Первое. Кунгурское радио. Стоит Рефен. Сделано в Кунгуре. Не поджигай траву. Огонь может перекинуться на деревья. Туши костры. Убирай мусор. Пожар легче не допустить, чем тушить. При обнаружении пожара звони. Маховского центра досуга стартовали ремонтные работы. Ранее подъезд к зданию имел неровное грунтовое покрытие. На территории не было урн, скамеек и парковочных мест. Площадка была мало освещена. Поэтому благоустройство территории возле Маховского центра досуга необходимо, ведь здесь проходят все важные мероприятия и праздники в селе. Преобразование происходит благодаря участию в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. Всего на мероприятие в этом году запланировано 2 миллиона рублей. На эти цели благоустраивается площадь перед центром досуга, обустраивается плитка и асфальтируется территория. Также установлено освещение и будут установлены малоархитектурные формы. Это лавочки и урны. Проект благоустройства площадки в Маховом пройдет в два этапа. Он стартовал в этом году и будет продолжен следующим. В 2022-м планируется обустроить парковочные места, зеленая зона и установить детскую площадку. По итогам аукциона определили подрядчика. Это организация «Полимер Газстрой». Реализуем проект возле центра досуга Маховской благоустройства общественной территории, где непосредственно идет укладка асфальтно-бетонной смеси и также укладка тротуарной плитки. Непосредственно все это видно здесь. Были построены смонтированные фонари освещения. В ночной период очень заметно, как они светят ярко. Этот же подрядчик будет благоустраивать территории возле центра досугов Плеханово и сквер в поселке Комсомольский. Всего в этом году благоустроят 8 сельских общественных территорий на общую сумму в 16 миллионов рублей. В деревне жизнь идет своим чередом. Семья Сергея и Валентины Поздеевых – жители деревни Парашино. Они являются участниками смотра конкурса «Лучшее подворье ветеранской семьи-2021». Супруги имеют богатое хозяйство и не менее богатый урожай, который отнимает немало сил и времени. Но Читопоздеевых не боится работы. Ведь прожив всю жизнь в мире и согласии, они создали по-настоящему райский уголок, где нет места лени и дурным мыслям. Да, здесь я родился, здесь учился, в армию ушел, и потом после армии познакомились и прожили всю жизнь здесь проработали в Парашино. Ну, непросто. Это ни выходных, ни проходных, ни отпусков. Каждый день надо вставать, и на диване лежать некогда, в интернете, в соцсетях сидеть некогда. Хотелось бы, но это не получается. С самого утра у супругов огромный список работы. Накормить скот, которого, к слову, в хозяйстве Поздеевых более 10 голов, собрать урожай, перекопать грядки. Глава семейства Сергей Валентинович еще и трудится неподалеку – на местной ферме зоотехника. А в это время Валентина Викторовна создает домашний уют. В доме и дворе хозяйки всегда порядок. А на столе домочадцев и гостей ждет ароматная выпечка и свежие продукты. И все это благодаря большому хозяйству, не без гордости рассказывают хозяева. 11 голов крупного рогатого скота, 3 коровы, молодняк, ну и мелкие, телята, свиньи, птицы разные, утки, гуси, куры, роллеры. В хозяйстве супругам активно помогают дети. У Сергея Валентины Поздеевых их четверо – три дочери и сын. Они поддержали идею родителей участвовать в конкурсе, ведь для четы Поздеевых это уже не первая попытка. Еще в далеких нулевых они заявлялись номинацией «Лучшее подворье многодетной семьи». Смотрели хозяйство, потом участвовали в конкурсе, не помню, в ДК Ленска что ли было. Все там свои продукты везли, конкурсы всякие там участвовали, готовились, проводили. Вот второе место заняли тогда провел. Смотр конкурса «Лучшее подворье» проходит уже 27-й год подряд. По признанию организаторов, несмотря ни на что, своей популярности он не растерял. Более того, последние два года зарегистрировано рекордное количество участников – 37 семей. «Лучшее подворье» выбирают в пяти номинациях – полная и неполная ветеранская семья, полная и неполная ветеранская семья с ОВЗ и молодая семья с подразделением на многодетных. «Сегодня у нас организационный комитет, отсматриваем онлайн-заявки, которые были поданы у нас до 20 августа. Мы их сейчас все отсмотрим, подведем небольшие итоги. Ждет итоговый конкурс, который мы будем подводить с 6 по 10 сентября. Те, кто у нас пройдут в номинации, те, кто у нас пройдут на призовые места, мы рассматриваем первое, второе, третье место, призовые места в каждой номинации». Позади у участников уже два конкурсных этапа. Впереди самая приятная часть – награждение призеров и победителей, которое торжественно пройдет уже в сентябре. Хочется пожелать всем участникам удачи в конкурсе, ведь каждое подворье уникально по-своему. В Кунгуре произошло ДТП с несовершеннолетним пешеходом. Все случилось минувший вторник во дворе дома по адресу Свободы 53. 33-летний водитель автомобиля марки «Газель», сдавая назад, не убедился в безопасности маневра. В итоге совершил наезд на ребенка. В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести, с чем и госпитализирован в Кунгурскую больницу. Госавтоинспекция Кунгура призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД. Если вы стали свидетелем грубых нарушений на дорогах, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 6-20-02-102 или 2-81-39. В пятницу 26 августа с 11 до 12 часов приемной президента Российской Федерации в Пермском крае, расположенной по адресу город Пермсоветская, 64, пройдет прямая телефонная линия по вопросам подготовки учебных заведений к началу нового учебного года. На ваши вопросы ответят представители Министерства образования и науки Пермского края. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, прокуратуры, аппарату, уполномоченного по правам ребенка в Прикамье, а также Департамента образования и администрации города Перми. Телефон прямой телефонной линии указан на экране. В связи с предстоящими выборами депутатов Госдумы и Законодательного собрания Пермского края Кунгурская городская прокуратура проведет прием граждан по вопросам соблюдения законодательства о выборах. Состоится мероприятие в пятницу 27 августа, а также 14 сентября с 9 утра до 12 часов дня по адресу Кунгур, Октябрьская, 33 этаж. Личный прием будет проводиться с соблюдением всех санитарных требований. Помимо этого, 3 сентября с 10 до 12 часов в Кунгурской прокуратуре состоится горячая телефонная линия также по вопросу исполнения законодательства о выборах. Заявки принимаются по телефону 2 30 69, 2 46 73 и 2 23 88. Встань волонтером Переписи населения 2021. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте перепись2020.добро.рф до 15 сентября. Четыре сотни волонтеров Прикамья примут участие во Всероссийской Переписи населения 2020, которая пройдет с 15 октября до 14 ноября. Им предстоит оказывать консультационную помощь на выездных участках для переписи работающих предприятий и организаций. Помимо этого, они проведут разъяснительную работу с гражданами по общим вопросам мероприятия, расскажут о возможности принять в нем участие на переписных участках или рабочих станциях МФЦ. Представители волонтерского корпуса также будут сопровождать граждан к выделенным местам в отделах «Мои документы» для заполнения бланков в электронной форме на портале Госуслуг. Все добровольцы пройдут специальное обучение. Кунгур – город удивительный, чего в нем только нет. Но увидеть теплицу на пристройке, грубо говоря, на втором этаже по улице Карла Маркса, 19, мы никак не ожидали. Казалось бы, небольшой теплицы полтора на два с половиной метра множество овощей. Это и помидоры, огурцы, перцы и даже кабачки. Все овощи посажены в железные и пластиковые баки. Это показывает, насколько желание иметь свой маленький огород побеждает и отсутствие земли, и необходимого помещения. Мелочь, а даже для небольшого кунгура увидеть такую теплицу в центре города очень необычно. Мы уже собирались уезжать, как нас остановили жильцы дома по Степана Райзена, 19, и попросили обратить внимание телезрителей на состояние тополя во дворе. Если тополь упадет, он внутри, внутри, сгнил. Он если упадет, то он и крышу снесет, и могут угол дома снести. И на провода упасть. А куда обращались? Куда именно? В электросети, по Ленину направо. Но когда они приходили, смотрели, ко мне не подходили никто. А второй раз я когда приходил, мне сказали, что линия не запитана, а она как резервная. Как нам сообщили жильцы, они обращались самостоятельно к рабочим, чтобы спилить дерево. Но они назначили им сумму в 15 тысяч рублей, которых у них нет. Кроме того, тополиный пух мешает как жителям этого дома, так и рядом стоящего пятиэтажного. Мелочь отребует решение. Прогуливаясь по улицам города, мы обнаружили странную закономерность. Одно и то же граффити появляется на разных зданиях в нескольких микрорайонах. Это странное изображение злого смелла с нахмуренными бровями и волной места рта. А то, что граффити выполнено красным цветом, делают его достаточно жутким в глазах прохожих. Я такие вещи не приветствую. У меня просто на гараже то же самое нарисовано. Такое же граффити мы нашли и на лестнице зданий далеко от первой школы. Конечно, вы привыкли к тому, что граффити периодически появляются на зданиях, на соборах. Но к тому, чтобы их было так много и они были все одинаковыми, это, наверное, впервые. Но если вы, наши телезрители, знаете, что они означают и почему встречаются так часто, то напишите нам в соцсетях. Управление развития территории примет на работу специалиста отдела по правовым вопросам. Требования. Высшее юридическое образование. Опыт работы в бюджетной сфере. Резюме направлять на адрес электронной почты ЮПРТ, нижнее подчеркивание, ОПП, собакамейл, точка, ру. ЮПРТ, нижней подчеркивание. ЮПРТ, нижние подчеркивание. ЮПРТ, нижняя подчеркивание. ЮПРТ, нижняя подчеркивание. Путешествие – лучший способ обогащения и познания мира. Именно путешествия позволяют нам оказаться в новой обстановке и познакомиться с новыми людьми. И для этого вовсе не обязательно отправляться в дальние поездки. Уже не первый год ребята со всего Прикамья показывают, что малая родина может быть многоликой и удивительно прекрасной. В наших программах мы вместе со школьниками познакомим вас с интересными и познавательными туристическими маршрутами. И все они рядом с нами в родном Пермском крае. И сегодня мы отправляемся в очередное путешествие через край. Кунгур – типичный купеческий город российской глубинки. Принято считать, что его основные достопримечательности – административные здания дореволюционной постройки. Но в нашем путешествии мы покажем этот город немного с другой стороны. Свой туристический маршрут по достопримечательностям Кунгурской земли нам покажет целая семейная команда. Семья Вагановых, Давлядхановых и Шаровьевых. Туристическими находками они решили поделиться в рамках участия в конкурсе «Путешествие по Пермскому краю», который в этом году прошел в шестой раз. Впервые в этом году участниками стали семьи, в которых взрослые вместе с детьми открывают для себя с новой стороны родной Пермский край. Свой лучший семейный туристический маршрут наши герои посвятили былям и небылицам Кунгурской земли. Туристическую программу они назвали «След Ермака». И по самым интересным местам этого маршрута провели нашу съемочную группу. Первая точка нашего маршрута – скульптурная композиция «Кунгур». Установили ее в 1985 году. Город здесь показан в виде старого мастера, который в одной руке держит рог изобилия, изображенный на гербе города, а в другой – сталагмит, символ ледяной пещеры. На скульптуре можно заметить рельефную фигуру медведя – символа Пермского края. А внизу три волны, символизирующие реки – Сылу, Ирень и Шакфу. Покорение Урала и Сибири началось с постройки небольших деревянных крепостей-острогов. Одним из таких форпостов в освоении восточных земель стал город Кунгур. Со временем город превратился в купеческий центр предуралья. Этот облик Кунгур сохраняет и по сей день. Насыщенность Кунгура объектами старины позволила в 2010 году включить его в программу «Исторические города России». Кунгур существенно отличается от большинства населенных пунктов Урала, поскольку возник как торговый город, а не промышленный. О былом богатстве города наглядно говорят многочисленные шикарные купеческие дома, сохранившиеся до наших дней. Благодаря этому Кунгур можно назвать настоящим музеем под открытым небом, гулять по которому можно часами. Важно и то, что в Кунгуре неплохо организовано все, что касается туризма. Например, есть карта достопримечательностей. Значительная часть из этого находится в центре. Туда мы и отправляемся. Одна из достопримечательностей города – памятник первопроходцам Кунгурского края. Он посвящен людям, осваивавшим плодородные земли Сылвинско-Иренского поречья в 17 веке. Выглядит он, как прямоугольный столб, венчает который копия ладьи Ермака. По легендам, он зимовал в окрестностях Кунгура по пути в Сибирь. Согласно преданию, Ермак перепутал Сылу с Чусовой и поднялся до этих мест, где и зимовал. Но это всего лишь красивая легенда, которую историки давно опровергли. К слову, с историей Кунгура можно познакомиться в Краеведческом музее. Находится он совсем рядом с памятником, поэтому дойти до музея можно пешком. Катя, приглашаем тебя в музей города Кунгура. Расположился музей в самом старинном здании города, которое имеет богатую историю. Это городовой магистрат или дом воеводы, наследие 18 века. Сегодня здесь находится основная экспозиция, которая рассказывает об истории города с момента его основания. Здесь же есть и несколько экспонатов, рассказывающих историю Ермака. Доказано уже, что не был, по другим рекам плыл, в других пещерах зимовал, останавливался. Но есть летопись, в которой с рисунками изображено пребывание его здесь, у нас, на Сылве, в нашей пещере. Вот такая интересная история. В витринах наших мы можем видеть, есть оружие, бердыши, боевые топорики. Все это использовалось с дружинниками Ермака. Конечно, у нас, возможно, более позднее оружие, не к тому времени относящееся. Хотя есть известие о том, что в свое время у входа в пещеру были найдены и бердыш старинный, и клочок кольчоги. Выглядит кольчога действительно монументально. Покажу, пожалуй, эту историческую находку своим друзьям. Вот эта кольчога, конечно, более позднего времени, но известно, что Ермак и его дружины носили примерно такую же. С историей мы познакомились, пора отправляться дальше. Впереди нас ждет очень интересный мастер-класс по изготовлению настоящих вязовских чудо-пряников. Пряник всегда был воплощением русской народной культуры, произведением искусства. Красивый, продуманный резчиком орнамент и форма, а также богатый вкус пряника находят отклик у людей и сегодня. Изготавливают такие пряники в известном далеко за пределами края и даже России пряничном домике. Вязовские пряники сегодня один из самых популярных сувениров, которые увозят туристы из Кунгура. Опекут их кунгуряки семья Вязовых-Кожуховых. Для нас они устроили целый мастер-класс, в котором мы с ребятами окунулись в сказочную атмосферу создания пряника. У нас уже готово тесто, ну как пластилин, очень такое приятное. У нас готова начинка, и начинка у нас сегодня летняя. У нас будет варенье яблочное-смородиновое, у нас будет мята кусочками сверху и свежие ягоды. И для того, чтобы вспечь каждый свой пряник, я себе это уже досочку выбрала, теперь вам нужно выбрать, какая вам нравится. Пряничную доску делают вручную из березы или липы. На данный момент в семейной мастерской имеется более 150 разнообразных пряничных форм. Подарочные, пасхальные, рождественские, свадебные, детские и не только. Выбрать действительно непросто. А сейчас я выберу себе формочку для пряника. Выбор, конечно, просто громадный, но так как я люблю собак, не могу себе отказать в удовольствии, чтобы вылепить вот такую собачку. Главный ингредиент для вкусного пряника – хорошее настроение и добрые мысли. Приступать к лепке пряника нужно только в позитивном расположении духа. Тесто нужно распределить по форме, добавить начинку и закрыть ее еще одним слоем. С непривычки справиться не очень просто, особенно детям. Здесь может потребоваться помощь. Давай помогу. Будем спасать пряник. Спасаем пряник. Спасать пряник прошла удачно. И вот так вот мы теперь обрываем. Все, все. Пряник. Молодец, прокалываем. Как же зовут? Сверху, молодец. Немного усилий, и мой первый пряник готов. Чувствую себя в пряничке. Делать мастер. Печь? Печь. Давайте. Вы такие вы указательники. О, пряник. Здорово. У всех все получилось. Молодцы. Самая приятная часть нашего мастер-класса – чаепитие. Есть горячие пряники, только что из печи, слепленные своими руками. Настоящее блаженство. На, 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 на. Первый раз вязовы представили свои пряники широкой публике в начале 2000-х на фестивале «Небесная ярмарка». Сегодня бренд «Вязовские пряники» знают не только в Пермском крае, но и далеко за его пределами. В кунгурский пряничный домик начали приезжать туристы из-за рубежа и регионов России. Ведь местные пряники со вкусом истории – это русские традиции, которые важно сохранять. Эти традиции мы хотим доносить в современность, потому что они не устарели. Они очень нам нужны, очень даже необходимы нам. Потому что, во-первых, это искусство, это красиво, это воспитание. Есть традиции пряничные. Например, на свадьбу дарила невеста своим подружкам пряники. Это все равно, что поймать букет на Западе. И я рассказываю и сравниваю, что букет – это вообще ни о чем по сравнению с нашими традициями. А там каждая подружка ждала от своей подружки невесты такой пряник. И, конечно же, она давала кому? Самым любимым, добрым и верным. На своих мастер-классах Галина Вязова учит не только лепить печатные пряники, но и знакомит с историей создания пряника на Руси. Если у вас будет возможность, обязательно загляните в этот сказочный пряничный домик. А мы двигаемся дальше. Музей деревни Ермака – это целый этнографический комплекс. На его территории проводят традиционные русские праздники. Здесь можно посетить урок истории «Тайна Ермака» и погрузиться в жизни традиции русского народа XVI века. Деревня Ермака – это музей крестьянского быта под открытым небом. Огрожена деревня Ермака деревянным чистоколом. С красивыми воротами, как из русской сказки. Также здесь можно увидеть два небольших дома. Это ремесленный двор и изба Ермака. Есть здесь и другие деревянные постройки – шалаши, мельницы, ладья Ермака и деревянные фигуры животных, богатырей и сказочных персонажей. Охраняет деревню Ермака большой пёс, но он не злой. Его можно гладить и фотографироваться. К слову, эта деревня известна далеко за пределами нашего региона. А всё потому, что… Здесь же, в деревне Ермака, находится знаменитая Кунгурская пещера. Её стараются посетить все туристы, приезжающие в Пермский край. Особенно интересно посетить это место будет детям. Здесь есть на что посмотреть и где погулять. Пожалуй, эта точка нашего туристического маршрута обязательно для посещения. А мы двигаемся дальше, чтобы показать вам ещё одну кунгурскую достопримечательность – природу. Недалеко от Кунгура находится памятник природы Пермского края – камень Ермак. Это целый живописный скальный массив, имеющий три вершины, отличающиеся по высоте. Каждая из них получила своё название. Ермак, Ермачиха и Ермачонок. Наверх поднимается тропинка. Максимальная высота камня – 40 метров. Наверху оборудована смотровая площадка и сверху открывается прекрасный вид на реку Сылва, которая окружена горами. По противоположному от камня Ермак берегу находится железная дорога, которая связывает Екатеринбург и Пермь. Это самый красивый участок пути. Пассажиры всегда любуются прекрасным видом из окна. Вот и мы, чтобы полюбоваться, решили забраться на смотровую площадку. И правда, вид здесь действительно завораживающий. Разрабатывая эту экскурсию, ребята вместе с родителями рассказали о самых удивительных, таинственных и красивейших местах родного города. Свой семейный маршрут они представили на краевом конкурсе «Путешествие по Пермскому краю», который проходит по инициативе законодательного собрания при Камье и под патронажем спикера парламента Валерия Сухих. Год от года количество участников только растет. Организаторы конкурса отмечают возрастающий интерес детей и взрослых к истории родного края. Законодательное собрание Пермского края поддерживает эту инициативу и дает возможность рассказать пермякам о своей малой родине. Редактор субтитров А.Семкин августа в Кунгуре облачно, возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 15, днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 5 метров в секунду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...